Это идея создания образовательного центра в Сибири. Как сейчас работает на рынках образовательных услуг и те компании, которые работают? У нас есть, например, детские сайты. Есть школы, есть вузы, есть тренинговые компании и там что-то еще. И человек, так представляем, что его профессиональный бизнес и жизнь это такая некая бизнеса. Он начинает, скажем так, все, что связано там школа, студент, детский сад, какие-то у него там навыки, способности, знания формируются. Потом он становится молодым специалистом, потом становится уже менеджером, ну то есть у него есть задача расти. И, скажем, высший уровень, когда ты, скажем, управляющий собственник и потом ты отдыхающий собственник. У тебя уже есть куча бизнесов, ты уже отдыхаешь где-нибудь в Индии, а бизнесы работают на тебя. И на каждой из этой ступеней свой запрос. Где-то на тренинговую услугу, где-то на инвестиционное образование, где-то на диплом, где-то на MBA, на что-то еще. И человек, получается, каждый раз идет в разные места на каждой из этой ступенки. И каждый раз к нему относятся с чистого листа с нуля. Не знает ни его способностей глубоко, не знает его потребностей, не знает его историю. И как часто бывает, на каждом этапе у каждого человека мы не все всем удается идти именно по своему пути. Где-то там папа посоветовал, где-то мама настояла, где-то подруга порекомендовала. И вот очень часто, мы сейчас тоже с этим встречаемся, человек 20 лет, 30, 40, он уходит и говорит, у меня ощущение, что, во-первых, не давно учился, а во-вторых, не тем работаю. Я хочу 5 лет до главного бухгалтера отработала, а сейчас мне это неинтересно. Я хочу найти себя. Вот мне там 30 лет, я хочу найти себя. Вот я сейчас начинаю там разные обучения, разные программы. И идея как раз такого образовательного центра, в котором есть как раз все направления. Есть и возможность тренинговых услуг, возможность получить диплом разного уровня. Есть МВА и есть все остальное. И человек, он получается, как раз идя по своей карьерной лестнице, его здесь знают со всех сторон. И не просто к нему продают ему продукты, а вот такие доктора успеха, что ли, которые понимают, уже глубоко знают человека с точки зрения его способностей, его успехов. И с точки зрения человека это вот такая, назовем, я даже не знаю, как это лучше назвать, даже больше, чем учебный центр. С точки зрения того же бизнеса, это возможность не просто, как мы приходим в кадровое агентство, где человек знают только с точки зрения резюме и там в лучшем случае часа собеседования. Это действительно полноценная рекомендация. А если мы еще умеем это делать не только с человеком, но и с компанией, то есть мы тоже так же подробно знаем, что за компания, какова у нее история успеха, какие ей люди нужны, то мы еще и такую связочку делаем качественную. Помогаем человеку не просто получать и раскрывать его таланты и подтверждать это нужными там и документами, и знаниями, и умениями, и результатами, ну и еще и такие свахи, что ли. А в самом максимальном смысле мы еще человеку помогаем действительно выйти. Если у него есть такая супер мечта своего бизнеса, своего дела, то мы еще его и к этому ведем. Опять же советуем. И даем ему те ресурсы, которые ему всегда необходимы. Вот такой проект. Вот я прям вижу, как это действительно хорошо бы работало, потому что это есть такая потребность, потому что чаще всего там хватанешь, там так от целостности не получается. Здесь могла бы быть целостность в развитии. Ну, как, опять же, эта тенденция, она есть не только вот в образовании, но также вот в той же сфере здоровья. Здоровья, красоты, когда мы идем в одно место к доктору, в другое место в тренажерный зал, конструктор, в другое место на массаж. И каждый делает что-то как-то совершенно не синхронизирующий. Нет, здесь будет экспертная поддержка. Ну, можно сразу? Нет, сейчас подождите, сейчас у Татьяны мы спросим. Экспертная поддержка, да? Да, экспертную. И если ты закончишь, ты нам скажи, когда ты готова получать экспертную, и в чем конкретно? Ну, сейчас, получается, у меня есть предложение от ведущих компаний, как раз на рынке дистанционного обучения, в основном это москвичи. То есть, соответственно, те, кто работают в Москве, там не один десяток лет, у них действительно лучшие сертификаты, лучшие лицензии, дипломы ценятся. Это сильный университет с точки зрения именно базового обучения, все, что связано с высшим профессиональным образованием. И одни из лучших, скажем, тренеров не только в Новосибирске, но и в том числе в Москве, в Питере, все, что с этим связано. То есть, тоже есть возможность, а вот тут потребности. И, соответственно, MBA, тоже профессиональная. Наверное, еще не совсем продуман тот блок, что он связан больше с молодежью. Когда там студенчество, школа, детский сад. Но у меня такая мечта, наверное, с детства. Я понимаю, что все-таки хорошо, когда это в комплексе, когда растят лидеры, если есть лидерские задатки уже тогда. И когда уже тогда определяют потребности и способности, не с точки зрения только того, что хотят родители, а с точки зрения того, что хочет сам человек, сам ребенок, почему у него есть расположение, ему не надо 20-30 лет задумываться. А я свои мечты реализовываю, и чужие. И там искать себя... А как это в этой... в рамках... Нет, сейчас Татьяна скажет, в чем нужна экспертная поддержка, чтобы мы сейчас не распылялись, и каждый там... В чем? Вот, наверное, во-первых, насколько готов рынок, насколько есть этот спрос. И, во-вторых, учитывая, что Новосибирск – это такое, кстати, очень конкурентное место, где есть свои сильные игроки, все-таки партнеров лучше искать там или здесь. И что, с точки зрения вас, как потребителя, вам что было бы полезно? То есть, что для вас стало бы критерием, действительно, не важно, какой ваш возраст, на каком этапе лестники вы стоите, чтобы сюда пойти. Ну, там, не важно, вот с этой позиции или с этой. То есть, или вы компания, которому нужен... Опять же, компания сейчас тоже заказывают не просто тренинг, а они хотят, чтобы ты сканально знал компанию, бизнес-компанию, и не просто обучил, дал знания, навыки, умения, а взял на себя пожизненное сопровождение такого же доктора компании, когда ты отвечаешь за качество вот этого кадрового резерва компании «Ресурса». И ты вот с ним, если нужно, добавляешь, не нужно, работаешь вот в таком экспертной поддержке. Больше идейная все-таки сейчас нужна. Да, это все-таки идейная, это не экспертная. Но потом, может быть, перейдет. Сейчас Татьяна просит идейной. Больше идейной поддержки. Все-таки сначала идейная, давайте так. Давайте. Можно, да? Да. У меня такое... Есть ощущение, что такая структура должна быть не централизованной, а этот должен быть условно... Но вот есть iPhone, на нем можно покупать приложение. Вам нужно сделать iPhone, чтобы другие образовательные центры могли в него встраиваться как приложение. То есть есть какой-то центр, который очень хорошо специализирует вот там на каком-то виде вот этих вот тренингов или услуг. Да-да-да. Вы тогда с ними связываетесь. И, во-первых, если ваша идея становится таким флагманом, вы избавляетесь от конкурентов. Во-вторых, вы можете гораздо быстрее нарастить свою цельность, то есть охватить это. Ну, это, грубо говоря, какая-то ассоциация такая, которая позволяет... А и в ней есть координатор. Вы можете быть координатором. И человек приходит к вам и говорит, мне не хватает того-то. Вы ему говорите, допустим, там... Ну, и того-то. Вы говорите, этому мы можем вас научить, а вот по этому вопросу вам нужно протягнуть туда, мы точно знаем, кто там из-за ура. Видишь, сейчас как раз ты наоборот, мне кажется, уходишь с того, что мечта Татьяны, это ее желание, чтобы это объединить в одном центре. А это будет один центр? Я просто... Это будет информационный центр. Это информационный ты советуешь. А она хочет, чтобы в этом, именно учебный, чтобы человек у них в центре шел от ступени к ступени и удовлетворял свои потребности в обучении именно у них. Я включил это, я включил это. Мне кажется, немножко другое. Да, чуть-чуть есть момент, что если человек... Ну, и опять же, его куда-то потом посылаем в другое место, чтобы идти к тем, как сейчас получается, да? Я перехожу к конструктору. Ну, вот там вроде вот этот хороший, вот этот хороший, вот этот... Но ответственность за то, что мне даст тот, он не берет на себя. Вот я и говорю, что если взять эту дополнительную тупу, как... Ответственность. Да, как ответственность. Такую. То есть... Мы все равно сюда идем, но... Мы точно знаем. Мы точно знаем. Мы тогда должен партнер быть готовым к тому, что мы ему тогда будем выставлять программу и то, что необходимо человеку дать. Да, мы все воссоимно. Вообще, вот, в качестве денег поддержки... Ну, сама идея очень хороша. То есть, я являюсь директором, председателем совета директоров, 5 бизнесов. То есть, и я уже давно ищу компанию тренинговую, которая бы взяла в нашей компании вот такое... Зная все, как это там происходит, да, взяли, обучали людей, принимали, находили людей и вели людей вот как бы вот по вот этой вот лестнице. Но это вот как бы... Это я просто сейчас пользуюсь того, что идея сама очень важная, нужная, и я думаю, чертовски востребованная. Очень подповедная. Теперь как бы экспертная. То есть, сложность. Сложность здесь такая. Очень важно продаться доверие. Продать доверие руководителю. То есть, и это доверие должно быть настоящее. Потому что, если доверие чуть-чуть падает, то тогда... Ну, то есть, разрывается связь, и тогда вот это вот... Ну, исчезает, что, собственно говоря, самое важное. То есть, вот это вот постоянная поддержка. И второе, экспертное. То есть, как бы слабое такое место, которое нужно усиливать. То есть, здесь должны быть хорошие специалисты. То есть, очень хорошие специалисты. То есть, специалисты широкого профиля. Вот там много... Такой многостаночник. Потому что... Многостаночник? Болеет бизнес. От чего болеет бизнес? Очень много нюансов. И если вы берете ответственность за все то... За успех компании, фактически. А это за рост компании, успех компании. За кадры. За кадры. Но кадры решают все. То есть, здесь вот этот вот момент... Вот идея. Вот у меня как идея появилась, что если как куратор у вас в компании будет один, и он ведет прямую цепочку с директором, но при этом с собой ведет вот этого специалиста, вот этого, вот этого, вот этого. То есть, сам руководитель обязательно должен общаться с одним человеком, которому он доверяет. А при этом это доверенное лицо идет вместе с высококлассными специалистами закрывать те прорехи, которые нужны директору в компании. В общем, семейный доктор. Вот что-то такое. Потому что вот я сейчас думала, как это совместить. Оно родилось, что вот сам проект как бы ведет всегда один человек, и это очень важно человеку, чтобы доверять всему центру. А совместно с собой на разные периоды ведет тех специалистов, за которых он отвечает. Это действительно серьезный специалист, чтобы вести очень долго. А без этого, ну, как мне кажется, доверия компании к одной учебному центру не будет. Иначе он в чем-то потеряет, когда он начинает с другим общаться, другой ему, ну, как бы заново, вот почему и говоришь, идешь к одной компании, потом к другой, и снова рассказываешь, и снова это. А вот некий специалист, который историю знает, но вовремя приглашает необходимого специалиста. Терапевт, короче. Который знает про все бакеты. Мне кажется, вот в таком случае это будет работать. Если снова отправлять в какой-то центр и не сопровождать этого клиента, это снова получится футболивание. Вот, например, клиент-канеджер. Вы неправильно отказали мою идею. Да, я вам тоже согласна, что Андрей, он правильно, он как раз платформу создал для вот этой идеи. Потому что, можно я обойскажу? Нет, ну, мы что-то услышали, в плане того, что мы сейчас не в прене. Я, может быть, не то, что плохо Андрей сказал, а у меня на фоне этого созрел вот этот координатор, который один ведет компанию на протяжении многих лет. Я хочу добавить, если можно. Мы сейчас общаемся с Сухоруковым Алексеем. У него, наверное, самое сильное сегодня кадровое агентство для IT в Новосибирске. И он именно занимается тем, что у него очень долгая история. То есть он сопровождает компании и сопровождает специалистов. У него очень длинное резюме. И сейчас он занимается проектированием образовательного центра. Так вот он как раз говорит о чем? Что для того, чтобы работать таким образом, проводить людей, он очень глубоко изучает эту сферу. Потому что там очень много нюансов. И его работа в том, чтобы понимать, как это происходит. Поэтому если у вас образовательный центр будет широкопрофильный, вам нужно будет знать все бизнесы. И для этого, возможно, вам как раз понадобятся вот эти вот компании, которые будут как бы у вас эти профили заполнять. И к ним будет неостаток более. Правильно ли я поняла, что было бы полезным, если бы мы сделали бы это еще с каким-то фокусом. И, например, как один из фокусов, то, что у меня сейчас в первую очередь пришло, что может быть, как я говорила, если мы говорим про лидеров, про лидерские способности, или как бы явившая точка, это собственный бизнес, что может быть это как раз сфера управленческая. Что те, у кого есть амбиции и способности с детства, в школе, в университете, как специалиста, как руководителей, как собственников, вот как раз эту сферу взять, Миша. И они есть и в IT-сфере, как бы необходимость классных руководителей, управленцев, и там здравоохранений. Ну, как бы практически везде. Если это будет центр подготовки управленцев и подготовки их на всех этапах, тогда это уже достаточно фокусировка, чтобы вы целиком уплатить ядр. Там Татьяна еще хотела сказать. Не, ну, я смотрю, что, да, каждый говорит про свое. У вас свое видение, у вас своя проблема, там, да, пять бизнесов. И вы, у вас своя потребность, чтобы было бы к ним какой-то институт, да, который бы тренинг сопровождал бы. И вот тренировал людей на разных стадиях управления. Если говорить про вот то, что, какая у меня родилась идея в связи вот с таким вот внешним, да, центром, который универсальный, это был, вот этот центр, он, ну, чтобы был универсальный, у вас, допустим, энергетика, где-то IT, где-то там медицина, фармацевтика. Одна компания не может, то есть она может создать платформу, она может обучать вот этих сопровождающих компаний, либо группы компаний. То есть должна быть платформа, то есть вот люди, которые, как бы, задают формат, стандарт, да, вот подачи для вот разных компаний, разных профилей вот этих руководителей. И вот их вот по секторам может быть, как, допустим, как в Канровом агентстве Келли, да, или в Анкоре, да, энергетика, там, IT, фармацевтика, продажа и прочее. Я начала говорить, что, может быть, сузить именно в том направлении, в котором можно углубиться. Если личностный рост брать, это одно, да, люди будут приходить его вести. Если это бизнес-компания, это будет другое, да? Здесь одна проблема, как я вижу, она прямо глобальная. Распыление. Нам просто все. Все охватить невозможно. Если только не использовать... Да, я сейчас попробую аналогию. Смотришь, те же западные фирмы, да, и у них там фильмы, у них там идет, вот человек, они, как на него досье смотрят, вот он там такой-то, там-то работал, такие-то результаты. Что у нас сейчас происходит? Человек пришел в одну компанию, поработал, да, сейчас в какое-то время не справился с задачами, но вроде бы там год-полтора продержался. Хох в другую компанию. Или даже если успешно, они пришли, сливки собрали, хох в другую. И есть как раз многие кадровые агентства, они специализируются на том, что они по некоторым группам они вот эту историю ведут. Как-то я работала тут с менеджером по подбору персонала, она говорит так, вот этого не бери, вот этого не бери, у меня есть черный список свой, да, вот эти точно, вот они вообще не сотрудники. Вот эти можно рассматривать. Я веду вот эту работу, это легко делается, причем любой человек, вот заинтересовалась, можно далеко уйти в историю и узнать, как он работал. И все равно у нас уже почти 20 минут, чтобы... Черный список. А такая получается, с одной стороны, и по компаниям, и по людям. То есть если действительно есть классный управление, и в Америке у нас эта тенденция есть, когда человек работает 7-5 лет в одной сфере, и ну просто надоедает. Все равно, если человек классный, да, и с хорошими результатами, и звезда, хочется в какой-то момент куда-то что-то еще попробовать. Да, и обычно приходится чуть ли не с нуля начинать. И чтобы этого не происходило, чтобы такой вот, опять же, семейный доктор не только для компании, но и для человека, вот такого уровня, максимально, ну как сваха, она же как понимает про того, про жениха, понимает про невесту, ее задача почувствовать, кто кому лучше подходит, зная как бы всю предысторию одного и второго. У нас время заканчивается, зачем еще помочь мы можем? Деньги от кого все-таки? Если, понимаешь, то есть, сейчас, да-да-да-да. Ну это прокат, как прокат. Не может быть слуга двух господ, да, то есть, если ты, грубо говоря, формируешь, комплектуешь человека под заказчика, под директора фирмы, и одновременно работаешь на его нужды, в какой-то момент может получиться...